Так, ну, всем добрый день. Помимо курса, сегодня еще будет небольшое тестирование вводное, чтобы примерно все могли оценить свои навыки и смогут ли они этот курс пройти, потому что предполагается, что уже есть определенные навыки программирования. Ну и, собственно, о чем будет курс. Курс будет о том, как обрабатывать данные в основном. Затронем методы обработки, например, что мы можем получить из сырых данных, потому что зачастую очень много данных лежат, никто ими не пользуется, но из них можно очень многое подчеркнуть. Например, можно по данным о логинах пользователя узнать, уйдет ли он из сервиса, что, в принципе, сейчас очень актуально, и из-за этого очень многие компании готовы очень много платить. Еще поговорим о том, откуда брать данные для этого всего, ну и как их эффективно хранить. Это структуры данных и прочее. Работа будет организована следующим образом. По возможности, конечно, мы попробуем проводить оффлайн, но пока что все будет онлайн, и посмотрим. В общем, если ничто закрывать не будут, то выйдем в оффлайн. Все конспекты, задачи будут на степике, как нам кажется, вполне удобная платформа для этого. Поэтому советую прямо сейчас завести аккаунт. Там, по-моему, можно зайти через Google, через ВКонтакте. И дальше будет анкета, надо будет скинуть ссылку на свой профиль. Занятия будут по 4 академических часа, то есть это 2 пары. И весь курс делится на 3 модуля, каждый модуль по 2 месяца. Ну и в конце каждого модуля будет небольшой тест, чтобы примерно понимать, кто что усвоил, и не нужно ли идти помедленнее, побыстрее, ну и прочее. Что понадобится для прохождения курса? В основном понадобится Python 3 и Юпитер. Больше в целом, наверное, ничего не понадобится. Ну, понятно, там еще понадобятся библиотеки для Питона, но они довольно просто устанавливаются. Их будем по ходу уже устанавливать. Юпитер в целом не обязателен. В прошлом году кто-то его вообще не устанавливал, но, как мне кажется, очень удобный инструмент для анализа данных, поэтому всем советую. Еще в последних модулях может понадобиться видеокарда с NVIDIA, но это не обязательно. То есть в целом на ней, конечно, можно быстрее и... Нет, просто быстрее обучать нейросети, но на процессоре они, в принципе, не сильно медленнее будут. Вот. Но если есть, это будет неплохо. И теперь более подробно пройдемся по программе курса. Первый модуль. Вот его темы. Он будет состоять из восьми занятий. Сначала разберем сам язык Python. Я думаю, даже тем, кто уже знаком с Python, все равно будет интересно, потому что разберем различные функциональные штуки в нем. ООП, наверное, сильно разбирать не будем, но очень быстро пройдемся по основам языка, по каким-то его фишкам, так скажем. Будут еще два теоретических занятия о статистике и о вероятности. Это здесь, а не второе и шестое. Ну, здесь будет, в принципе, чуть больше, чем есть в школьной программе. То есть будет повторение и немножко больше. Разберем библиотеки, которые нам понадобятся, основные. Вот, например, NumPy. Библиотека, которая добавляет в Python массивы, потому что в Python на самом деле массивов нет. Есть списки, и эти списки работают очень долго. И, ну, если бы мы на этих списках, если бы мы эти списки использовали, допустим, для нейросети, мы бы никогда не дождались, когда они обучатся. Вот, поэтому нужна, собственно, эта библиотека. Будем строить графики с помощью Matplotlib и Seaborn. Скорее всего, акцент будет на Matplotlib, потому что Seaborn еще не до конца выпущенная библиотека. Она еще активно разрабатывается, но она удобней. Matplotlib, он, к сожалению, написан, как по мне, ужасно, но это самый крутой инструмент, который есть пока что. Ну, а Seaborn — это, по факту, надстройка над Matplotlib, чтобы было удобно с ним работать. Затем Pandas — это таблицы, табличные данные, как их там сгруппировать, отсортировать и все такое с помощью буквально одной строчки. И задача оптимизации. Задача оптимизации — это не задача сделать, чтобы программа работала быстрее, это сделать, чтобы найти такую программу, которая работает лучше. Ну, точнее, подобрать коэффициенты. Ну, это более подробно уже разберем потом, но задача оптимизации — это задача наилучшего решения. Вот. Ну и итог модуля. Там поговорим о том, кто что понял, кто что не понял. Сделаем тестирование. И начнем следующий модуль — основы машинного обучения. Здесь уже будут, в принципе, самые основные методы машинного обучения. Их будет довольно много. На первом занятии поговорим о том, что это вообще такое, потому что, возможно, это все... Ну, есть очень много вопросов, что такое машинное обучение в целом, чем это отличается от каких-то других программ, которые решают определенные задачи. Какие бывают алгоритмы машинного обучения. Ну, и затем уже пойдем с этими знаниями по вот этим всем алгоритмам. Думаю, сейчас эти слова мало вам о чем говорят, но... Вот. И в конце уже плавненько подступимся к нейронным сетям. Следующий модуль, он будет уже... Возможно, он будет не в таком формате. Здесь будем устраивать под проекты, про которые я чуть позже скажу. И просто будем выбирать уже то, что будет вам интересно, потому что эти темы... Тем таких очень много. Здесь будут примеры нейросетей, как их обучать, как их делать лучше, как обучены какие-нибудь нейросети, которые там где-то всплывали в новостях. Вот, например, генеративно-состязательные сети. Это... Вот как раз они лежат в основе дипфейка. И поговорим о том, как это примерно они сделали. Построим что-нибудь свое, ну, более простое, потому что у нас столько данных вряд ли найдется. Ну, вот, можем разобрать еще нейросети для задачи анализа естественного языка. Тоже интересное применение. Обучение с переносом — довольно мощная техника. Можно... Обычно для нейросетей нужно много данных, чтобы их обучить, и обучить хорошо. Но обучение с переносом позволяет провернуть такой трюк, когда у нас есть мало данных, а точность мы получаем очень хорошую. Вот. Тоже полезная штука. Обучение с подкреплением — интересная штука, когда мы учим, например, робота ходить. Ну, в самом таком масштабном применении. И затем, в принципе, конец будет защита итоговых проектов. Последние два месяца будем делать какой-то проект. Здесь получается, что здесь не будет конкретного плана. Это будет что-то вот, что вы придумаете. Возможно, у вас есть уже какие-то мысли. И попробуем это реализовать с помощью машинного обучения. Ну, сделано это, конечно, с целью проверки усвоенного материала и так далее. Что это может быть? Это может быть небольшое исследование. То есть, например, сколько надо данных, чтобы обучить вот какую-то конкретную нейросеть для такой-то вот конкретной задачи. Или это может быть сбор данных. Откуда их и как можно собрать, и что с ними можно попробовать обучить. Может быть, реализация кода-алгоритма. То есть, уже есть известный алгоритм, но вот можно его реализовать, попробовать самим. Либо это может быть какое-то прикладное решение. Например, вам хочется сделать какой-нибудь сайт, который генерирует случайную картинку котика. То есть, такое вполне тоже может быть проектом. В итоге можно научиться тому, что перечислено здесь, а именно обрабатывать данные и делать это удобно. Потому что в целом алгоритмы-то обработки не сильно сложные. Их можно делать на любом языке, но на питоне это делается очень удобно. Возможно, даже удобнее всего. Но, скорее всего, да, удобнее всего это делается именно на питоне. Можно будет научиться строить различные модели машинного обучения, в том числе нейросети, для предсказания чего-либо. Можно попробовать предсказывать погоду, можно попробовать предсказывать тот же курс биткоина. И как раз можно понять, насколько хорошо оно это предсказывает. попробовать сравнивать их, оценивать. Потому что оценка моделей это на самом деле тоже довольно большой, большая тема. Существует большое количество метрик, и не всегда мы оцениваем модель по количеству правильных ответов. Вот. Ну и самое главное, что мне кажется, это более проникнуться машинным обучением, примерно уже понимать, как и что может быть сделано, и научиться понимать, чему стоит удивляться, а чему не стоит удивляться, потому что очень много проектов с машинным обучением просто переоценены. Ну вот. На этом, наверное, по программе все. Сейчас я предлагаю всем перейти на входное тестирование. По времени оно не ограничено. Вот.